Всем привет, мои хорошие! Я читаю ваши комментарии. Я вижу, что много кто пишет... Айка, давно не было пиццы. Я с вами согласна, реально давненько не было. Дело в том, что ресторанчики закрыты. Я уже миллион раз вам об этом говорила. Минуточку, рекламная пауза. Кайф. Так вот, на чем мы с вами остановились. Я сделала доставку из ресторана, где заказывала в первый раз. И была немножко в шоке, что пицца, она маленькая. Посмотрите, какой размер. Вот это кусочек пиццы. Целая пицца лежит вот здесь. Вот, представляете? Два гамбургера. Вернее, один дабл гамбургер. Хотя они выглядят, честно, одинаково абсолютно. Они мне положили два одинаковых, хотя я заплатила. То есть, один стоил чуть дороже, другой чуть дешевле. Но я заказывала через вольт, поэтому предъявить свои претензии уже некуда. Может, есть куда, я просто не знаю. Но в любом случае, я голодная. Давайте приступим. Давайте начнем с пиццы. Макать, кстати, я ничего не взяла. Куда макать? Буду вас макать. Пицца вкусная. Мягкая. Доставили мне ее прям очень быстро. И прям горячая была. Я прочитала как-то в интернете, что когда блогер выставляет очень много историй, это начинает раздражать как бы подписчиков, и они начинают отписываться. Начала заходить к разным другим блогерам, у которых очень много подписчиков. И я смотрю, что они выкладывают, не знаю, в день по три, по четыре истории. И то, знаете, с какими-то статусами. Или, ну, не прям про жизнь. Вот как я села кушать, я это ем, и вот здесь я сплю, а сейчас я вот читаю книгу. Просто ни о чем история. Я решила сделать эксперимент. Где-то, наверное, неделю выкладывать минимум истории. Один день вообще не было истории. И просто посмотреть на реакцию людей. Увеличится ли число просмотров истории. Но оказалось, что наоборот. Раньше мои истории смотрели 27 тысяч человек. А сейчас 20. 22, вот где-то так. Вижу кучу комментариев, что, Алька, давай побольше истории. А я чисто эксперимент хотела сделать. Я почему-то думала, что будет наоборот. То есть от меня не отписываются. Но истории смотрят меньше людей. Либо они просто перелистывают. Но мне всегда казалось наоборот. Если будет много историй, все будут перелистывать. А не наоборот. Если будет мало историй, все будут перелистывать. Оливок совсем чуть-чуть осталось. Я решила сюда. Так вот. Я решила выставлять много историй. Вот как я вам снимаю влог. Вот то же самое в истории. То есть все. Если вам интересно, почему бы нет. Мне наоборот приятно снять историю. Буквально 2 минуты занимает. Даже не 2 минуты. Давайте немножко пройдемся по вопросам, чтобы было интереснее. Айка, скажи, пожалуйста, честно. Когда у тебя будет свой ребенок, будешь ли ты его учить лесгинскому языку? Либо только на русском, или только на азербайджанском? Так как я лесгинка, не в зависимости от того, за кого я выйду замуж и как там жизнь сложится. Я хочу, чтобы мой ребенок знал по-лезгински. Свой родной язык. Хоть лесгинский язык, он не международный. Он на работе не понадобится. Но все равно мне будет приятно осознавать, что мой ребенок говорит на моем родном языке. Я с детства знаю свой родной язык. И ничуть не жалею. Многие я замечаю людей, которые стесняются здесь говорить, что они лесгина. Я не знаю, почему он такой часто встречается. Они просто говорят, что они тоже азербайджанцы. Хотя лесгин – это отдельная нация. Я не стесняюсь ни капли своей национальности. Я считаю, что нужно гордиться этим. Здесь, знаете, особый такой вкус. Отличается булочка от той, которая была раньше. Но здесь какой-то свой вкус. Она немножко такая, знаете, сладенькая. Как бывает в Макдональдсе. Это немного труппально. Это очень сладенькая. сначала я хотела себе сделать окрошку вместе с этим потом подумал что это не очень будет сочетаться и решила просто обойтись водой с лимоном мне даже не хочется никакие соки никакие газированные напитки летом самый мой кайф это просто вода с лимоном сижу на балконе с ледяной водой с лимончиком и кайфую вот интересный вопрос как найти хорошего парня меня честно всегда интересовал этот вопрос где они хорошие парни почему-то одним девушкам достаются идеальные мужчины а другим девушкам одни козлы извиняюсь за это выражение мне кажется проблема в девушке в самой иногда мы сами выбираем плохих парней нам нравится когда мы бегаем за парнями я всегда обращала внимание именно на отношение ко мне как человек относится ко мне не важно что я испытываю к нему главное что он испытывает ко мне есть такие мужчины они эгоисты когда вы ссоритесь они всегда хотят чтобы вы звонили каждый раз чтобы вы унижались бабники всякие так далее я для себя знала что мне нужен мужчина который не будет девочкой который не будет обижаться по каждому поводу ему не будет стрёмно позвонить мне если мы поругались то есть я выбирала как бы грубо это не звучало не сердцем а разумом я очень счастлива бабники парни которые думают что они могут встречаться с любой девушкой они каждый день меняют девушек и вот этим вот они понтуются между друзьями среди одногруппников и так далее то есть такой человек мне никогда не был близок по духу айка не хочешь перманент бровей передай привет ильчан ильчан тебе огромный привет если ты тоже кушаешь приятного аппетита тебе насчет перманента я бы хотела но сейчас стране такая ситуация с коронавирусом с войной и так далее сейчас на самом деле немножко не до этого еще такой момент я боюсь если я сделаю перманент мне кажется я буду выглядеть старше может пока что рано делать такие манипуляции все-таки это серьезно если уже начинать делать перманенту надо будет всегда его делать мне в принципе не трудно утром накрасить брови хоть и по-разному я на самом деле не против каких-то вмешательств я считаю что перманент пробеет очень даже крутая процедура если теперь делает профессионал хороший специалист своего дела с опытом работы и все дела они когда это делает знаете новичок который только-только научился понимаете я например сделала губы я ничуть не жалею мне очень нравится возможно через год я опять же немножко подкалю губы здесь есть возможность меняться убирать какие-то комплексы в себе вот например у меня есть такой комплекс мне кажется что у меня маленький рот и дело даже не в объеме а вот здесь вот мне кажется он какой-то маленький глаза большие нос большой рот маленький и вот из-за этого мне хочется сделать большие губы чтобы рот казался большой как они здесь в тему вот если вы собираетесь делать губы не дай бог вы решите делать это биополимером это гель который остается на всю жизнь и после него появляются какие-то комочки губы становятся еще больше и выглядит это просто ужасно биополимером вы можете прям один грамм сделать его смогу бы будут огромные неестественное и чтобы это все убрать вам нужно будет оперировать у нас еще это называют искусственный гель у нас салоны более-менее себя уважающий не колят этот препарат потому что после него 80 случаях всегда осложнение любой врач тоже не хочет чтобы на лице у пациента был какой-то ужас и все пальцем показывали что вот это сделал тот врач естественно в общем на этом все я наелась спасибо огромное что досмотрели до конца я вижу что видео получилось очень очень длинное поэтому его нужно будет сократить на этом все всем пока пока